Продолжение следует... Здравствуйте! Это программа «Актуальна» в студии Илья Лапшин. Через две недели Иваново станет местом проведения нового совершенно для нас музыкального фестиваля. Называется он «Чёрные розы» в память нашего легендарного земляка Аркадия Северного. Сегодня у нас в гостях генеральный продюсер этого музыкального форума Олег Баянов. Олег, я вас приветствую. Благодарю, что время для участия в нашей программе нашли. Скажите, это вот такое будет разовое мероприятие, чтобы как раз почтить память, вспомнить о нашем легендарном земляке, и не всё-таки будет продолжение уже в следующем году. То есть это начало такого большого музыкального действия. Мы надеемся, что это начало будет большого пути, и это мероприятие станет ежегодным. Аркадий Северный всё-таки личность российского масштаба и заслуживает того, чтобы о нём почаще вспоминали, и мы хотим, чтобы наш фестиваль стал ежегодным. Это фестиваль шансона, я сразу так спорошу, потому что имя Аркадия Северного, сразу стихи, песни на его стихи, это шансон. Или всё-таки здесь я немножко не прав? Ну, не правы сразу, допустим, потому что Аркадий Северный не писал стихи, он был просто исполнителем. Мы называем Аркадия Северного основоположником этого жанра, потому что, в общем-то, он был первый, кто... Он записал более двух с половиной тысяч песен. Это были романсы, какие-то авторские песни, песни эмиграции, там, белогвардейские, народные какие-то. И вот в какую-то форму их обрёл, и его никто не знал в лицо, но вся страна слушала его записи. И в те времена, когда он жил, ещё такого термина, как шансон, в России не было. Шансон вообще, значит, по-французски песня. Но мы вот в положении фестивалей в афишах и так далее стараемся, ну, как можно меньше употреблять это слово. А почему вы уходите вот от этого употребления? Ну, сложился какой-то стереотип уже у российского слушателя, бывает ли такое понимание шансон, как какой-то уголовной криминальной песни. Хотя за этим стоят гораздо большие рамки. И мы пишем фестиваль хорошей песни, и дали такое объяснение. Это городской романс, авторская песня, шансон, лирика. И песни, которые слушают душой и сердцем. Такие песни, они действительно очень популярны в России. И было объяснение, очень много критиков разбирались в феномене такой популярности. К сожалению, на мой взгляд, главное объяснение было, да, что шансон или, может быть, хорошие песни, как вот вы её определяете, настолько популярны у нас в стране, именно потому, что страна была криминальной. Причём мы о криминале говорим уже, вот там, второй половине 20-го века, 60-е, 70-е, 80-е годы, дореволюционные годы сюда включаются, и политические репрессии. Вот вы согласны с этим, таким вот главным определением многих критиков этого музыкального направления? Я не согласен. Мне всё-таки кажется, это с другим связано. Это, ну, в нашем определении всё-таки хорошая песня. Это искренняя песня, которая душой и сердцем пишется. Это не какой-то продукт, который делается многими продюсерами поп, где сознательно воздействуется, наверное, на подсознание, заставляя, там, двигать ногами, да? А это просто искренне от души человек берёт, там, инструмент или садится и пишет. Это означает, если так вот вам поверить, что это всегда достаточно, или вам так бы хотелось, чтобы это была сложная музыка и соответствующие стихи? Не три аккорда, да, как, опять же, часто понимают шансон и очень простые стихи, которые очень пародируются, на самом деле, часто и легко, а всё-таки действительно серьёзные стихи и серьёзная музыка для них. Ну, или здесь есть сознательное всё-таки упрощение, чтобы вот на душу легло? Я не думаю, что это сознательное. То есть, понимаете, есть вот то, что называется таким нелюбимым словом музыкантами формат, вот взять даже формат радиошансон, там, ну, никто не подсчитывал, наверное, точно, может, и подсчитывали, но я не знаю, но там то, что называется вот этой уголовной лирики и упрощённых на трёх аккордах песни, ну, там, может быть, 5-10 процентов. Гораздо шире, то есть совершенно большие рамки. Есть и барды, на самом деле, которые на трёх аккордах играют. Есть очень сложные, там, музыкальные, с музыкальной точки зрения, там, и вплоть до оркестра каких-то. Я уверен, что легендарный исполнитель, который дал, я Аркадий Севернову имею в виду, который дал вообще импульс этому направлению, он заслуживает, конечно, такого хорошего музыкального фестиваля. Но как подбирали исполнителей? Ваша это была задача? Или когда только люди, которые работают в этом музыкальном направлении, услышали, что вы вами, вот, может, состояться такой фестиваль, сами уже просили, с ним получили? Ну, скорее всего, это второе, сами, потому что, ну, разговор об этом фестивале, мы где-то год пытались его провести, но как-то не складывалось. Но вот когда уже сложилось, вот, назначили, это было связано с тем, что 12 марта исполнилось 70 лет, и эту дату уже надо было отметить. И вот, несмотря на кризис, мы все-таки собрались силами, дали клич. Я сам не ожидал такой реакции, буквально через, там, день-другой, когда вот заработал сайт фестиваля, стали многие артисты-исполнители отвлекаться, они выразили готовность даже просто приехать, без гонорара выступить. Многие имена вам и неизвестны, я это задаю вопрос к тому, что будет какое-то, или, может быть, уже было предварительное прослушание, чтобы действительно, все-таки уже в Иванове, даже в конкурсной программе предварительной, я пока не про ГАЛА концерт говорю, были абсолютно достойные, профессиональные люди представляли это направление. Я просто поразил этот конкурс, присылают заявки, ну, люди, некоторые, которых я знаком, ну, по некоторым, так называемым, шансонным тусовкам, люди, которые уже выпустили по 2-3 альбома, присылают заявки именно даже поучаствовать в конкурсе. Хотя вот мне очень, не очень, скажем так, нравится какое-то состязание в музыке, как можно сравнивать, но это вот, мы до сих пор спорим, будем ли мы определять какие-то места. То есть вот в первый день фестиваля пройдет конкурс, которым мы назвали новые имена, не говорим молодых, не молодые, то есть там разный возраст может быть. Просто очень много исполнителей в этом жанре, хорошие песни, я еще раз добавлю, очень достойных, и для них это возможность о себе заявить на всю страну, и даже на весь мир, потому что резонанс во всем мире, ну, скажем так, русскоязычном, естественно, не будем там говорить, что там весь мир услышал об этом, мы есть среда иммигрантов, и на участие в конкурсе заявились даже участники из Америки, из Германии, из нескольких стран, среди СМД. Представительный весьма состав, да, даже и по количеству участников. А по уровню, то есть люди, которые выступают, победители Гран-при, очень-очень серьезный уровень участников конкурса, и это их было желание просто показать себя лишний раз выступить. Не хотите называть этот конкурсом, не называйте, но 29 апреля это вот первый такой будет музыкальный вечер, да, лучшие из тех, кто будет выступать, кого вы считаете действительно достойным званием нового имена в этом направлении, они потом на следующий день, уже 30 апреля, примут участие в гала-концерте. Да, они примут участие в гала-концерте, ну, а более именитые уже засвеченные артисты... Те, кого мы звездами называем. Да, мы называем звездами, притом, вот знаете, сложилась такая ситуация, что очень... Это вот одна из особенностей шансона. Некоторых из этих исполнителей там не знают по именам, а их песни считают народными. И вот как раз мы сюда вот привозим таких исполнителей, которые все знают их песни, не знают, кто их поет. Мы их покажем. И одна из еще таких особенностей вот гала-концерта, чтобы уйти от этого такого отношения к слову шансон негативного, как уголовной лирики, очень разные стили, направления будут, разновидности шансона в гала-концерте представлены. То есть и эстрада, танцевальная музыка, и авторская такая песня, ну, и будет и уголовная какая-то лирика. Ну, вот совершенно разные-разные стили шансона будут представлены в гала-концерте. Если столько в России разных направлений и стилей шансона, можно ли что-то похожее найти или в Европе, или в Америке? Похоже именно на наш русский шансон? Или это действительно такая уникальная все-таки исполнение и тематика именно для нашей страны? Ну, наверное, все-таки это уникальное, это придуманный термин, взятый там личностями, конкретно Севастьяновым и Иваном Московским, просто за бутылкой рюнки придуманный термин за бутылкой водки. Придуманный термин был где-то в начале 90-х русский шансон. Ну, вот хотел сказать, что, к сожалению, опять понятно, что это все-таки областной центр, и в основном ивановцы будут наблюдать за ходом этого фестиваля. Вы опять пошли дальше, да, даже, наверное, может быть, уже взяв опыт кинофестиваля «Зеркало», потому что в конце апреля, это два дня в Иванове, но потом, чуть позже, вы хотите показать и исполнителей, и их произведения, и в других районных городах. Такая пока задумка, да? Да. Изначально планировалось это провести сразу после фестиваля вокруг, ну, посовещались с районами, говорят, что в начале мая, ну, все уйдут в огороды, и просто нереально. В июне мы хотим продолжить переприятие этого фестиваля «Черная роза» и по всей Ивановской области, по всем районным центрам проехаться уже победителя конкурса «Новые имена» и, ну, кто-нибудь извелся. Понятно, что сейчас у вас, наверное, каждый день телефонные переговоры все-таки с потенциальными участниками, да, вот, которые в первый день и «Новые имена» вот в этом разделе, ну, и со звездами шансона. Есть сейчас все-таки уже такое, можете назвать несколько фамилий, кто приедет обязательно, ну, и во всяком случае постарается на 100% приехать в Иваново. В концерте? Ну, не, ну, висят уже афиши по городу, идет реклама, это Михаил Шелик, Вера Снежная, Любовь Шипилова, Алексей Степин, Виктор Королев, Игорь Герман. Олег Пахомов. Кто-то отказался, и вы получили разочарование, там, без объяснения причины, и подумав, что это еще такой первый опыт нашего фестиваля, рисковать, может быть, не стоит ни своим именем, ни своим исполнением. Да, печальный, мы изначально направили очень многим приглашение, не то, что отказались, а так сошли, ну, Шифутинский, Михаил Захарович как-то, мы его пригласили быть президентом, но он как-то не отреагировал. Ну, хотя, наверное, разочаровываться рано, потому что действительно это первый фестиваль, нужно просто попробовать и провести его до страны, да, чтобы он прогремел там и на страну, и потом было видно, что люди, которые победили там, да, в конкурсной программе действительно получили такой серьезный импульс и поддержку для дальнейшего творчества, и тогда все может уже в следующем году, там, или не знаю, какой формат вы определитесь на будущее, уже действительно к нему привлекло внимание очень много человек, и президент был бы соответствующим, да? Ну, это был такой хитрый ход, пиар, потому что, не располагая бюджетом, пригласить просто в гости, ну, не сложилось с некоторыми. Я знаю, что какой популярностью все звезды шансона, которые в Иваново приезжали, они всегда пользуются, то есть сейчас билеты уже поступили в продажу, возможно, уже купить там, выдают. Уже недовольны, и весом даже так вот ивановцев к этому мероприятию, сейчас уже можно это почувствовать? Ну, со вчерашнего дня билеты продаются в кассах, я еще не знаю, как это идет, но я приглашаю всех ивановцев, и на конкурс состав участников очень-очень хороший, я сам слушаю сейчас эти песни, вот, а галоконцерт это будет великолепное зрелище, готовятся танцевальные коллективы, оформление сцены, эффекты, будут, ждут подарки, сюрпризы, еще даже до конца список, все-таки имен мы не можем, ну, не можем оглашать, ведут какие-то переговоры, некоторые артисты и изыскивают возможность приехать. Здесь вот у меня, наверное, последний, но такой принципиальный вопрос, какая-то областная поддержка фестиваля получилась, потому что тоже ведь властям надо решиться, да, проводить такой фестиваль на территории города или не проводить, и фактически это вот так и доказательство отношения властей к тому, к чему вы задумываете. Поддержка получилась, я мало того могу сказать, что вообще этот фестиваль был придуман и задуман в разговоре моим с Михаилом Александровичем Миниумом. Мы как-то с ним разговаривали в процессе написания небезызвестного военностского блюза, разговорились и решили провести фестиваль такой, ну, и в дальнейшем большая поддержка, именно вот поддержка правительства Ивановской области, она помогает провести этот фестиваль вот в такие тяжелые и кризисные времена. Ну, тогда старайтесь, чтобы не разочаровать ни власти, ни потенциальных зрителей, да, ни самих участников будущего фестиваля. Я вас благодарю за то, что время, где участие в нашем программе нашли. С вами прощаюсь, нашли фестиваль, напоминаю, что у нас в гостях был генеральный продюсер музыкального фестиваля «Черная роза» Олег Баянов, о своих комментариях по всему услышанному, вы можете выразить по телефону 59-21-21, специалисты контакта Центра Коннект Сити работают круглосуточно. Я на этом с вами прощаюсь, до свидания, всего самого доброго.